Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы будем говорить о рынке жилой недвижимости города Киева. Подведем итоги первого квартала 2023 года. Будем говорить о первичном рынке, будем говорить о вторичном рынке. Причем будем говорить, друзья, в разрезе классов рынка недвижимости. Мы также с вами обсудим новые процессы, которые мы наблюдаем на рынке. Возможно, это колебания, краткосрочные процессы, но рынок меняется. Меняется с каждым месяцем. И вот об этом всем поговорим с цифрами. Это традиционные мои видео, где я не, как оно говорится, не аргументирую, что я много или долго работаю на рынке недвижимости. Я аргументирую это с цифрами, которые мы изучаем действительно на протяжении многих лет. И через призму цифр пытаюсь сделать прогнозы, что мы сделаем в конце видео. Смотрим, друзья, подготовленный мною материал. Я думаю, что вам будет интересно. Информация традиционно, или как всегда, предоставлена компанией Олимп Консалтинг. Мы через призму цифр попробуем с вами все вместе разобраться с колебаниями. Напомню вам, не путайте, пожалуйста, колебания с тенденциями, с колебаниями, которые происходили на протяжении одного месяца исследования. В конце видео, как я и обещал, мы подведем итоги. Я вам покажу тенденции. И там, наверное, вам будет все понятно. Или как минимум станет более понятно, что происходит в этих каменных джунглях рынка недвижимости. Перед вами, друзья, карта части Украины. Это у нас центральный регион, в который входит, как вы видите, пять крупных областных городов. Сегодня мы говорим о городе, естественно, Тиев. И говорим вот это сводные данные. Смотрим на карту. Здесь под каждым городом есть легенда карты, где я отобразил основные параметры или показатели, как угодно можно их называть, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на дату конец апреля 2023 года. Увидим количество предложений. Ну, про население я уже молчу. Это довоенное население. Я так думаю, что сейчас по факту население в городе Киеве выросло. То есть это ощущается по количеству людей в метро, по количеству машин на дорогах. То есть людей действительно стало больше, как ни странно. Ну, с другой стороны, Киев наиболее защищенный город. И я так предполагаю, что при фронтовых городах, у кого есть деньги, люди уже мигрируют не в западную часть Украины, а мигрируют в город Киев. Поэтому в Киеве на сегодняшний день, так сказать, аншлаг людей, которые присутствуют на этом рынке, чуть не сказал рынке, театре абсурда, который мы наблюдаем. Итак, количество предложений. Предложения – это всего лишь предложения, которые мы собираем или проводим мониторинг рынка недвижимости, собирая в крупных интернет-порталах. Вот те предложения от покупателей, вернее, от продавцов и риелторов, которые выставлены, квартиры выставляются на продажу, ну, или в целом недвижимость. Сегодня мы говорим о квартирах. Мы видим, что в апреле месяце это 39 491 квартира. Это первичный и вторичный рынок было выставлено на продажу, что в сравнении с мартом на 12,4% больше. Чем это объясняется? Это колебательные процессы. Я не готов сейчас об этом говорить. Действительно, объявлений стало больше. То есть, или предложений на продажу объектов недвижимости в целом. Дальше. Очень интересный показатель. Уже стоимостной, не количественный, а стоимостной. Это социальное жилье. Стоимость квадратного метра. Наконец, естественно, апреля 2023 года. Видим 1079 долларов за квадратный метр в целом по городу Киеву. Что показало, друзья, нам снижение минус на целых 0,09% за месяц. То есть, хочу обратить ваше внимание. Кто смотрит мне давно, в январе месяце, я говорил о том, что недвижимость будет в городе Киеве, Киевской области, снижается где-то порядка 1% в месяц. Дальше по итогам, так сказать, первого квартала, даже не первого квартала, уже в феврале, вот это падение стало замедляться. Уже это был не 1% по факту, который мы наблюдали в декабре месяце, а было где-то полпроцента, потом еще меньше. И вот сейчас мы выходим на те показатели, которые я начинаю задавать сам себе вопросы. А с чем же связано такое незначительное снижение стоимости квадратного метра? Это действительно незначительное на 0,09%. С чем это связано? В стране война, в общем-то, экономика в руинах, а недвижимость начинает, так сказать, показывать определенное замедление в падении стоимости. И дальше мы будем говорить, где-то даже показывает незначительный рост. Но это всего лишь, друзья, колебания. Еще раз напомню вам, что колебания – это краткосрочные процессы. Дальше мы видим эконом-комфорт бизнес-класс, вторичный рынок. Это 1498 долларов за квадратный метр. И снижение, так же вы видите, совсем незначительно, 0,07%. Переходим к первичному рынку квартиры эконом-класс, 814 долларов. И вот здесь, друзья, внимание, но здесь неудивительно, первичный рынок продается за гривну. Мы это знаем. На сегодняшний день дорожает в Украине все. Раскручены инфляционные процессы в связи с тем, что девальвируют национально-денежная единица. И, естественно, материалы дорожают. Поэтому здесь мы видим за месяц подорожание плюс 0,25%. Тривичный рынок квартиры комфорт бизнес-класс. Здесь видим 1,602 доллара за квадратный метр в целом по городу. И видите, что так же незначительный рост за месяц 0,13%. Но это, еще раз говорю, друзья, колебательные процессы, которые происходят в течение всего лишь одного месяца в данном случае. И первичный рынок квартиры элитного класса 2939 долларов за квадратный метр. Снижение тоже очень и очень незначительно за месяц в минус 0,07%. То есть мы констатируем факт, что снижение стоимости стало замедляться. И причем стало замедляться достаточно значительно. Если я говорил 1%, то сейчас даже не 1%. И снижение 10% это очень незначительно на уровне статистической ошибки. Мы говорим 0,07%. Поэтому давайте дальше разбираться уже от общего, переходить к частному. И будем говорить о том, что происходит в целом по классам на рынке жилой недвижимости. Это город Киев в разрезе административных районов. Социальное жилье. Хочу обратить ваше внимание, что наибольше всего подешевела недвижимость в Дарнинский район на 0,11%. Вы видите, насколько процентов как замедляется снижение стоимости по сравнению, допустим, с январем или с февралем. Светошинский район снижение минус 0,11%. В абсолютных цифрах вы можете это все увидеть или прочитать. И Деснянский район минус 0,11%. Ну, естественно, традиционно. Почему традиционно? Потому что центральный район города Киева, Печерский район, это самый небольшой по населению район, показал нам минимальное снижение стоимости. Минус 0,06% в абсолютных цифрах это 1710 долларов за квадратный метр. Переходим к другому сегменту рынка недвижимости. Это у нас другим классом, я прошу, это сегмент вторичный рынок. Мы говорим уже эконом, комфорт, бизнес классы. В целом по городу в выборку попали три класса. Это 1489 долларов за квадратный метр. Снижение, ну, очень и очень незначительно. Минус 0,07% за месяц. Вы можете посмотреть, что происходило в абсолютных цифрах по районам. И можете посмотреть в, естественно, процентном соотношении, насколько подешевела недвижимость этих классов. Я также, друзья, вот здесь оставил вам карту, где вы можете посмотреть сводные данные. Ну, естественно, если эконом, комфорт, бизнес класс смотреть, вы увидите вот эти же самые цифры, только здесь общие данные, да. А здесь уже более развернутые данные в разрезе административных районов. Переходим к следующему слайду. И это у нас первичный рынок. Это уже другой сегмент эконом, комфорт класса. Сегмент вторичный рынок, я вам рассказывал. Теперь сегмент первичный рынок. И также в разрезе классификации. Видим, что по эконом-классу 814 долларов за квадратный метр. Можете посмотреть в абсолютных цифрах по районам, по административным. И снижение, в данном случае рост. Видим, плюс 0,25 сотых за месяц по, опять же, по районам. Ну, с чем это связано, я уже говорил. Первичный рынок, он, в общем-то, в гривне продается. И чем больше дорожают материалы, это инфляционные процессы, да. И обесценивается гривна, естественно, дорожают материалы. Неважно, стройматериалы или там продукты питания. И это, в общем-то, отражается на рынке недвижимости. Естественно, застройщики поднимают стоимость квадратного метра. Дальше переходим к также первичный рынок. Но квартиру уже комфорт бизнес-класс. Видим, 1,602 доллара за квадратный метр. Это по двум классам на первичном рынке. Ну, это в долларах все. И видим динамику за месяц незначительного роста, плюс 0,13%. В разрезе административных районов можете посмотреть. Я хочу обратить ваше внимание, что из 10 административных районов у нас, друзья, уже осталось 7. Это Голосеевский центр, Днепровский, Русановский, Оболонский, Липкий, Печерский центр, Подольский центр, Соломинский КПИ, Шевченко-Станковский центр. Это массивы в административных районах. Там, где строится жилье этого класса, друзья. Это очень важно. Чтобы вы понимали, что рынок недвижимости в данном случае жилой, это не серая масса кирпичей, палок и всякого железа. А это в соответствии с квалификацией зданий и сооружений, которые по стоимости своей сильно и очень сильно отличаются друг от друга. Переходим к последнему слайду, который характеризует состояние вот этих колебательных процессов, краткосрочных на рынке недвижимости города Киева. Рынок, это у нас элитный класс, первичный рынок. Вы видите, что уже из 10 административных районов осталось 3 района. Только в 3 районах города Киева строятся квартиры подобного класса с такими техническими характеристиками. И то они очень сильно отличаются друг от друга. Вот давайте в целом поговорим. Апрель месяц это 2939 долларов за квадратный метр. Также видим снижение за месяц 0,07%. И вот дальше мы видим, что так очень сильно отличается Голосеевский центр. Это 2298 долларов за квадратный метр. Снижение минус 0,09%. А вот Печерский, Липкий в два раза превышает все остальные районы. Это Шевченковский центр и Голосеевский центр. То есть даже один класс рынка жилой недвижимости, в зависимости от того, в каком районе он находится, очень сильно отличается. И я на цифрах это вам показываю. Также вы можете посмотреть сходные данные, еще раз повторяюсь, которые присутствуют на этой карте. Друзья, теперь мы будем говорить с вами о самом интересном. Это долгосрочные процессы длиною целый год, которые я наблюдаю. Рынки жилой недвижимости города Киева. Перед вами график рисунок. Период исследования апрель 2022 год. Видим 11 020 долларов за квадратный метр. Социальное жилье взял самый большой кластер рынка недвижимости. И спустя уже 12 месяцев средняя стоимость этого класса 1079 долларов за квадратный метр. Что показало нам снижение всего лишь на 3,66% за год. То есть это достаточно незначительное снижение с учетом того, что в Украине уже год идет война. Это еще раз привет риэлторам, которые разделились на два таких лагеря. Одни говорят, что все пропало, продавать свою недвижимость, она подешевела на 60, кто-то больше говорит процентов. А другие говорят, что она выросла. При этом они не аргументируют это, они не оперируют цифрами. Они просто оперируют тем, что они долго работают на рынке недвижимости и типа все знают. Ну вот всегда это смешно смотреть со стороны. Но это вопрос как бы не в плане патрулить риэлторов, а в плане того, что я стараюсь вести с вами, друзья, ну как оно называется, беседу и аргументирую свои мысли, опираясь на статистические данные. Вы их можете проверить, можете не проверить. Мне как бы важно, чтобы вы понимали, что группа людей занимается сложной задачей мониторинга рынка недвижимости, а я как говорящая голова пытаюсь вам донести это просто, как мне кажется. Может не просто, не знаю, просто по содержанию я имею в виду. Итак, мы видим, что снижение за год всего лишь минус 3,66%. Также мы делаем, друзья, индексы. Вот здесь, если вы обратили внимание, есть индекс стоимости жилой недвижимости, вторичный рынок, он отрицательный, 0,963. Что такое индекс? Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует в данном случае снижение стоимости или изменение стоимости недвижимости во времени. Целых 12 месяцев, вот это время, да, период исследования, показало нам, что снижение в процентном соотношении минус 3,66%. А если говорить о индексах, он считается следующим образом. 1079 делим на 1120 и получаем вот этот отрицательный индекс. Напомню вам, что, друзья, мы на протяжении многих лет готовим для крупных украинских и иностранных банков, которые работают на территории Украины, считаем вот эти индексы, причем по всем сегментам рынка недвижимости, начиная от жилой, там, больше 12 сегментов, коммерческой и так далее, земельные участки. И вот в рамках этого большого проекта у меня есть возможность делиться этой информацией с вами, что я с удовольствием делаю. И теперь, друзья, мы подводим итоги, в принципе, мы как бы уже подвели эти итоги. На цифрах вы видите, что недвижимость снижается, снижается за последний месяц совсем незначительно, с чем это связано, мне сложно пока сказать, это колебательные процессы. Ну вот, а в целом, давайте посмотрим итоги 2022 года, который прошел. Перед вами такой интересный пирог с различными дольками. И напомню вам, что это уже информация официальна. Это количество транзакций дает Министерство юстиции Украины за 2022 год. Так вот, количество транзакций, в целом, отчуждение прав собственности по недвижимости в Украине сократилось на 67 целых, видим, 1 десятый процент. Я вам просто показываю здесь. Прочитайте все это, сами сможете. Но если говорить о именно жилой недвижимости, то мы видим, что сократилось количество транзакций на 70, еще больше, видите, 73 целых процента. Вы можете почитать структуру транзакций, здесь все это как бы есть, можете перепроверить. Но это говорит о том, что 2022 год был тем годом, когда, по сути, рынок недвижимости остановился. Мы сейчас говорим о вторичном, естественно, рынке. А вот сейчас мы посмотрим уже, что было с первичным рынком. Это последний, последний, подытоживающий, так сказать, слайд. Это тоже не мои данные, это служба статистики публикует данные. Будем сравнивать 2022 год в разрезе, не просто вся Украина, а видим в разрезе регионов, в разрезе областей. Ну, в целом, по Украине на 40,9% было меньше сдано в эксплуатацию жилья. Если говорить по городу Киеву, в 2022 году было сдано 13,998 квартир в эксплуатацию, что на 55,7% меньше, чем это в 2021 году. Друзья, останавливаю пока слайдов и, в общем-то, о прогнозах. То есть мы подвели итоги с цифрами, цифры Алимконсалтинга, Министерства юстиции Украины, службы статистики Украины. А вот теперь о прогнозах, естественно, среднесрочных до конца 2023 года. Я все-таки, друзья, предполагаю, что вот эти тенденции снижения будут дальше длиться на протяжении оставшегося 2023 года. Снижаться мне уже сложно сказать, потому что я на протяжении пяти месяцев, так сказать, выдаю разные цифры, да, и они, может, кого-то смущают. Сначала я говорил, что это будет 1% месяц, потом я говорил, что это будет полпроцента месяц. Сейчас мы видим замедление, замедление снижения стоимости квадратного метра. С чем это связано, друзья, честно, я не знаю. Например, экономика лежит, страна в войне, а рынок недвижимости такое впечатление, что живет какой-то особой жизнью. Но это мои размышления, это всего лишь колебательные процессы, которые мы заметили только в апреле месяце. То есть снижение стоимости стало не такое значительное, как это было на протяжении целых, ну, больше 14 месяцев. Ну, это уже как бы определенный сигнал, я на него реагирую. Возможно, в следующем месяце мы увидим опять достаточно большое снижение, я не знаю. Но вот в прогнозах я уже предполагаю, что, наверное, не по проценту и не по полпроцента будет снижаться. Может быть, и меньше будет снижаться. Но если говорить о полпроценте в месяц, друзья, до конца года, то несложно посчитать. То это где-то снижение будет 6% в годовом измерении. Я думаю, что это такая очень компромиссная цифра с точки зрения логики. То есть во время войны не может дорожать недвижимость, это точно. И, как я говорил, дешеветь она будет. Но вот насколько, мне сложно угадать, я тут точно не Ванга. Поэтому на это влияют эти внешние факторы, о которых я не знаю. То есть война в Украине – это тот внешний фактор, который вносит свои коррективы. Друзья, рассказал очень подробно вам о том, что происходит с рынком недвижимости на цифрах. Немного даже с вами пофантазировали в плане прогнозов. И заканчивая свое видео, естественно, призываю вас, подписывайтесь на мой канал для того, чтобы знать, что происходит с рынком недвижимости. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, несмотря на то, что многие жестко мне что-то пишут, но без аргументов я им не отвечаю. Но я и сам могу жестко говорить о риэлторах. Это нормально. Я никого не оскорбляю в плане того, что критика должна быть конструктивной. Я считаю, что если я кого-то критикую, это конструктивно. Меня можно тоже конструктивно ругать. Но вы должны помнить, что, друзья, я ваш скромный слуга и компания «Лимтон Салтинг». Ежемесячно готовим для вас. Вот такие обзоры, которые, я надеюсь, станут для вас компасом или же, как минимум, картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. До встречи, друзья, в следующих моих видео.